Дать сотрудникам почувствовать себя частью единой сплоченной команды и сделать так, чтобы они с полной отдачей выкладывались при выполнении заданий и проявляли инициативу. Это мотивация. Здравствуйте, с вами деловой этикет и я Елена Лебедева. В России чаще всего понятие «мотивация» связывают с финансовыми надбавками, премиями и бонусами. Как показывает практика ведущих мировых компаний, деньги не всегда являются основой повышения лояльности сотрудников. Пора прибегнуть к нематериальным стимулам. Карьерный рост. Здесь очень важно, чтобы сотрудник почувствовал свою перспективу в компании, и что продвижение по карьерной лестнице – это не просто способ звонить ценного специалиста, а реальная практика, которая действительно работает на предприятии. Возможность участвовать в совещаниях и принимать решения. Многие хотят чувствовать свою значимость и причастность к достижениям фирмы. Решение личных проблем. Например, сотруднице необходимо найти хороший детский сад для ребенка. Специалисты службы по персоналу могут посодействовать ей, а все расходы по устройству компания может взять на себя. Возможность обучения. Организация курсов, тренингов, тимбилдингов и других образовательных мероприятий позволит вам добиться лояльности сотрудников, а также повысить уровень их профессиональных знаний. Просто больше разговаривайте с подчиненными. Можно также поставить на столы персонала табличку с именем и должностью. Личное поздравление руководителя с днем рождения подчиненного приводит к росту уровня лояльности как минимум на 10%. Введите гибкий график или один плавающий выходной на неделе, чтобы у людей была возможность решать свои личные вопросы и при этом не отпрашиваться как школьникам. Стоит помнить, процесс, направленный на мотивацию, должен быть постоянным и непрерывным для того, чтобы персонал не утратил доверие и ощущал постоянную поддержку со стороны руководителя. На сегодня достаточно. С вами был Деловой Этикет и я, Елена Лебедева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова